Не ущербно, да? Чтобы не чувствовать. Там же жили лучше. Я бы начал вот с чего. Сохранять прежний статус по и прежнюю систему координат и пытаться каким-то образом разрубить проблемы экономического характера, которые уже есть в Донбассе, будет не просто сложно, это будет невозможно. Есть целый ряд ограничителей, которые идут на таком вот общегосударственном уровне. Во-первых, не забывайте, что Украина одна из самых бедных стран. Вторая с конца в Европе. И вторая с конца в Европе не потому, что... И поднялась на это второе место с конца не потому, что стало лучше здесь, а потому, что в Молдове стало хуже. И вот Молдова спустилась на одну ступеньку ниже, мы поднялись поэтому на одну ступеньку выше. Страна, которая тратит 5,5% своего валового внутреннего продукта только на обслуживание долгов, которые уже есть у нее, уже висят на плечах 5,5%, это в ракурсе вчерашней статистики, которая была объявлена по объему нашего государственного, гарантированного государством внутреннего и внешнего долга. Да, бесчастного долга. Не будет в состоянии и не имеет вообще никакой возможности разруливать те проблемы, которые у нее есть, тем более, если она собирается показывать такие темпы экономического роста, как вот, например, в этом году 1,8% президент Порошенко сказал об этом в Верховной Раде, и 3% в следующем году, это тоже недостаточно. Я уже не говорю по поводу того, что мы находимся 70% ниже уровня, вернее, не 70%, а на 70%, если сравнивать с уровнем 91-го года. Можно там по поводу структуры спорить, сколько угодно. Но в любом случае экономика должна показывать рост от 5% в год, от 5% просто для того, чтобы в состоянии могла себя обслуживать и решать те проблемы, которые у нее уже скопились, и они действительно глобальные. С другой стороны, показывать такие высокие темпы экономического роста, фиксируя ту систему координат, в которой мы находимся, может, очевидно, будет невозможно. Хорошим индикатором являются притоки прямых иностранных инвестиций. Два года за всю свою новейшую экономическую историю Украина смогла получить почти по 10 миллиардов долларов притоков прямых иностранных инвестиций. В прошлый год 3-4, из которых 2,5% ушло в банковский сектор, так что их можно смело отбрасывать. Фактически 0,9% в реальный сектор экономики, миллиарда долларов. В этом году 2 миллиарда долларов, то есть это на уровне порядка 2, чуть-чуть выше, чем 2% валового внутреннего продукта годового в Украине. Опять-таки недостаточно для того, чтобы даже решать проблемы, которые есть в Украине. Это первый важный срез. Добавьте туда еще и то, что мы относимся к так называемому мусорному рейтингу инвестиционному. Вчерашнее очень четкое заявление Фитча, до этого рейтинг Мудис. И вообще, если посмотрите и стендерденпурс, вы увидите, мы находимся 5 ступеней по одним и 6 ступеней по другим рейтинговым агентствам ниже так называемого инвестиционного уровня. В такие страны, несмотря на то, что, да, я согласен с Александром Осиповичем, есть большое количество денег, которые желают инвестировать. 3,5 миллиарда долларов, триллиона долларов инвестировано через различные инвестиционные каналы в прошлом году. Из этих 3,5 триллиона Украина получила 3,4 миллиарда, если учитывать банковский сектор. То есть вообще несравнимые величины. Триллионы и миллиарды, которые Украина получила. То есть если не изменить ситуацию в плане качества бизнес-климата в стране, то можно не просто не думать по поводу того, какую модель вообще в принципе развивать на Донбассе, который в конце концов окажется когда-то украинским. Но можно даже не обсуждать возможности развития Украины. Я уже не говорю по поводу того, что вот если смотреть в глубокой такой ретроспективе, я попрощу вас к такой референсы, как Иван Карапецкий, исследование, вот такой известный экономический историк, Филадорфийский университет, потом немного в Гарвардском университете, исследование его 1901-1916 год, Украина в рамках Российской империи, экспортно-ориентированная территория, 80% экспорта Украина, да, от экспорта зависит, 1901-1916 год, 80% экспорта металл, химия, зерно, продукты питания. Статистика 2016 года, 100 лет прошло, Украина продолжает быть экспортно-ориентированной территорией, 50% в структуре нашего валового внутреннего продукта занимает экспорт, 60% этого экспорта занимает металл, химия, зерно, продукты питания. Прошло 100 лет, изменение состояло с 80 до 65%, 15% изменение на протяжении 100 лет. Поэтому другой важный вопрос, который мы должны себе задать, мы вообще прогнозируем, что вот эта ситуация может консервироваться еще в ближайшие, там, 100 лет, и в 2116 году можно будет приводить данные по структуре украинского, азербург, а в тот момент. Мир изменяется, меняется очень быстро. И не знаю, насколько активно или неактивно вы обращали внимание на исследования, которые касаются таких вот сырьевых экономик. Панел, я вас перепрошу, давайте влече до Донбасса. И у нас 3-4 хвилины, да, потому что это... А он был уже заявленный, искренне. Завычайно, да? По поводу... Я вот о чем. О том, что если пытаться ориентироваться на вот такие вот сырьевые рынки, ничего не доберешься. Первый месседж. Второй месседж. Никто не будет складывать ни в Украину, ни в экономику Донбасса, в частности, если сохранить статус-кво. Третий месседж состоит в том, что для того, чтобы на... Когда или если, или, наверное, лучше, когда Донбасс окажется уже частью территории абсолютно законченной войной, да, и вот мирная территория, для того, чтобы туда вкладывали деньги, как надо убедить инвестора, который не идет даже в Украину, как его убедить в том, чтобы он шел в тот регион. Единственное, чем его можно убедить, это системными подвижками в целом государстве. А. Б. Трата невероятного количества денег на восстановление инфраструктуры. Я не говорю промышленные, я говорю просто инфраструктуры восстановления. Вы знаете, по различным оценкам речь идет от 2 до 15 миллиардов долларов. Украина сама не в состоянии тянуть это время. Это сравнимо с нашим 20% текущего нашего валового внутреннего продукта. Ни одна страна в мире не могла бы это сделать, Украина в частности. Значит, тут должен быть серьезный расчет на иностранные фонды и на возможность помощи со стороны мирового сообщества. И здесь, я считаю, колоссальные опоры для украинской дипломатии. Второе, на что можно было бы получить, заполучить инвестора на эту территорию, это, конечно, я бы сказал, такие создания условий, которые повысили их сенситивность для работы в этом регионе. О чем идет речь? Речь идет, например, зная, что тут будет меняться, если мы предполагаем, что тут статус-кво будет меняться, зная, что там он тоже должен быть изменен, например, мы предлагаем вариант решения всех споров, которые могут возникнуть на той территории, не в судах украинской юрисдикции, а по английскому праву, что может потенциально заинтересовать инвестора. Вот это или не или нет? Да, я согласен, я согласен с тем, что вы сказали. Как пример с хорошим. Второе, это любого рода монетарные какие-то рычаги, которые надо задействовать для того, чтобы привлечь туда инвестора. Если все живут в условиях, не знаю, жесткой монетарной политики, то там она резко смягчается. Это странно, но для одного региона пытаться ее смягчать, например, выдавая льготные кредиты. Но опять-таки, если ты даже льготные кредиты, ты должен помнить, что ты-то на 131-м месте из 175 стран по уровню коррупции. Есть большая вероятность того, что деньги будут нецелевым образом использованы и просто будут подняты. Такой же суд или другой? Правда. Параллельно с этим решение проблем, связанных, например, с сискальными какими-то льготами, с бюджетными стимулированиями. Есть возможности у иностранных партнеров. Привлечение иностранцев, например, американцев, может идти через систему ОПИК, Overseas Private Investment Corporation. Те, которые могут страховать риски для работающих инвесторов на той территории. То же самое аналогично может происходить через каналы Европейского Союза. Но в любом случае говорить о том, что необходимо восстановить те старые предприятия, которые там были разрушены, на мой взгляд, это неправильно. Во-первых, это консервирует ту структуру, которая там была. И это вопрос, насколько она эффективна и неэффективна. Второй вопрос. Для того, чтобы туда заходили инвесторы, они должны быть уверены в том, что ситуация не может повториться, а у них память достаточно длинная в этом плане. И все, что касается возможности создания условий для развития частного предпринимательства, частного бизнеса. Рынок, еще раз, рынок, на мой взгляд, он поможет решить вот такого рода вопросы, связанные с изменением структуры. Но денег туда надо так много, что без серьезных подвижек внутри самой континентальной Украины говорить об изменении на территории и восстановлении территории Донбасса, на мой взгляд, просто не приходится, потому что речь идет о колоссальных сумках.